Я сегодня возглавляю делегацию Курской области. Нас приехало более 40 человек. Это не только я, мои заместители, руководители профильных комитетов, департаментов, но это руководители наших университетов. Все четыре ректора наших государственных университетов Курска приехали в составе делегации. Это руководители крупных предприятий, холдингов, которые работают на территории региона. И мы эти дни работаем по разным направлениям, по принадлежности вопросов. Я посетил предприятия машиностроения Минска и Беларуси, встретился с руководителями предприятий. Для нас, как аграрного региона, очень важно сегодня иметь возможность приобретать сельскохозяйственную технику на высшем уровне, реально на уровне мировых стандартов, которые производятся сегодня в республике. И отрадно отметить, что комплектующие и какие-то изделия используются для производства этой техники, производимые на территории нашего региона. Поэтому здесь кооперация уже налицо. И сегодня, когда недружественные нам страны объявили бойкот по поставке запасных частей, по продаже этой техники, у нас есть возможность замещения. И по целому ряду направлений, не только сельскохозяйственная техника, это строительная, дорожно-строительная техника. Вы знаете, наверное, в Российской Федерации реализуются национальные проекты, инициированные нашим президентом Владимиром Путиным. На эти цели выделяются колоссальные денежные средства. Только Курской области 7 миллиардов рублей в этом году на строительство дорог, больниц, поликлиник, ремонт и создание общественных пространств. Для этого все нужно оборудование и техника, которую мы уже сегодня приобретаем в Беларуси и планируем это делать дальше. Мы посетили выставку Белагра, ознакомились с предприятиями АПК Республики Беларусь. Нам очень интересны результаты селекции и все, что связано с выращиванием крупного рогатого, скота. Мы увидели, как работают предприятия Республики Беларусь. Этот опыт мы будем перенимать. Мы посетили вчера уникальное предприятие, которое вот-вот откроется, будет введено в эксплуатацию. Это биотехнологическая корпорация. Хочу высказать восхищение этим проектом, потому что это уникальное явление. Такого уровня комплексы в Европе их нет точно. В основном этот рынок держат наши коллеги и друзья из Китайской Народной Республики. Впервые они передают свою технологию братскому народу. И мы с восхищением увидели, что за короткий срок этот проект реализован. Отрадно отметить, что сырьем для выпуска аминокислот и витаминов будет являться пшеница и соевый шрот, выращенные на территории Курской области. Уже 150 тысяч тонн высококачественного зерна в элеваторах биотехнологической корпорации находятся и будут скоро производиться. А аминокислоты и витамины мы будем приобретать, соответственно, для производства комбикормов для животных. Крупный рогатый скот, птица, рыбы. То есть такая кооперация налицо. Мы ознакомились с новыми моделями общественного транспорта, потому что в Курской области, в областном центре, мы в этом году приступаем к масштабному проекту, трехлетнему проекту полного обновления и модернизации общественного транспорта. Сегодня, когда есть проблемы с поставкой комплектующих из-за рубежа, производители Республики Беларусь раньше задумались о импортозамещении. И сегодня по цене общественный транспорт, машины общественного транспорта, они гораздо выгоднее, чем другие производители. Поэтому мы очень внимательно смотрим и рассчитываем, что эта поставка будет осуществлена к нам. Контракт пока не подписан, но очевидно, что мы будем приобретать общественный транспорт, произведенный здесь в Республике Беларусь. Сегодня по стоимости он в выигрышном положении.